здравствуйте дорогие друзья зовут меня расшивалова наталья и мы продолжаем работу над нашим принтом предыдущей части мы сделали бутоны сегодня мы тоже продолжим работать с зеленью то есть мы сделаем для роз стебельки и чашелистики и также закончим уже работу с листиками зелеными часть из них я уже сделала когда была необходимость где-то вот под розы их расположить это все вы можете увидеть в предыдущих частях и так сегодня мы продолжаем вот у этих двух роз хоть и не видно на принте было что там есть у них чашечка и чашелистики я все-таки сделала вот то что должно быть то есть небольшую чашечку стебелечек и чашелистик потому что даже если на принте не видно то мы при каких-то вот углах наклона картины все-таки можем это видеть то что должны быть там и чашелистики и должны быть стебельки и так что у нас предстоит это вот эти две розочки стебельки здесь довольно они толстые чашелистики которые вот довольно тоже здесь вот поменьше здесь побольше где-то вот тут вот еще нужно будет сделать веточку и еще вот тоже листики зеленые но я думаю листики вы умеете вышивать но тем не менее здесь есть моменты на которые мы отдельно обратим внимание то есть когда листик заходит на розу например я расскажу несколько вариантов как это сделать и так вот у нас две розы у которых похожие ситуации то есть есть стебель есть два чашелистика которые видно вот они есть тут вот такие как раз которые я говорил что бывают такие резные чашелистики довольно большие тут вот они поменьше и так стебельки я уже говорил на предыдущем занятии если у розы стебелек довольно толстый то лучше его делать из ленты 12 миллиметров иногда даже и шире можно брать ленту если это какие-то уже стебли у основания розы то есть именно основной стебель идет ну вот здесь вот вполне достаточно будет сделать 12 миллиметров и вот тут вот когда мы делали бутончик я говорил что здесь как бы раздваивается стебелек поэтому я выведу ленту вот из того стебелька который шел к бутону либо можно было сделать наоборот и вот этот стебелек приведу вот сюда прям к основанию розы чашечку розы может быть видно может быть нет я начинаю этот чашелистик прям вот от того места где у меня окончился стебель самый простой способ как сделать чашелистик это просто вывести вот ленточку чаще всего я делаю как немножко эту ленту перекручиваю и там где вот он должен закончиться делаем ленточный стежок ленточный потому что все-таки он должен иметь остренький конец вот получился такой чашелистик смотрим как лучше его развернуть вот таким образом он довольно широкий поэтому вот такой я его сделала большой опять-таки можно ленту обрезать но здесь не очень далеко возвращаюсь опять к основанию розы и сделаю ленточку у меня окончается но все-таки я ее сейчас помучаю в таком случае вот когда ленты мало я ее отрезают иголочки и сделаю сейчас вот я 2 чашелистик он заходит вот на этот листик и здесь посмотрите вот по идее сначала идет тоненький стебелек к листику а потом на него как бы ложится вот этот чашелистик поэтому чтобы нам потом вот туда вот не под крадываться как-то снизу не подлазить и не мучиться я сейчас сначала сделаю вот этот тоненький стебелек он совсем тоненький выходит он тоже откуда-то вот из этой точки здесь я буду использовать ленту 6 миллиметров на изнанке можно вот этот конец тоже припаять и к самому-самому основанию вот этого листика эту тоненькую веточку перевести иногда некоторые даже прокалывают листик и как бы немножко заходят на него веточкой в каких-то случаях удобно сделать сначала веточки а потом листики но вот в данном случае этот листик еще в самом самом начале мы вышивали потому что он находится немножко под розы поэтому вот сейчас я сделала для него маленькую веточку и подпалить можно и вот этот кончик и вот тот где листик этот начинался для того чтобы стебелечек начинался для того чтобы он не крутился дальше мы продолжим вот с этим вторым чашелистиком я вот это вот махнушечку тоже обрежу но вот чтобы не брать новую ленту и чтобы не делать как бы все заново новой ленты что я в таких случаях делаю вот у меня здесь будет чашелистик укладываю его так как мне надо он проходит над листиком делаю прокол иголкой как бы вот я делала если бы у меня было тут все нормально и лента была бы длинная и когда уже иголочку я вниз опускаю то вот этот кончик в нее вставляю то есть этот случай когда кончается лента но мы ее хотим использовать как бы вот но до конца и не брать уже новую и делаем все дальше как обычно то есть прокалываем это у нас ленточный будет стежок если немножко утянулся наизнанку осторожно вытягиваем но так чтобы не вытянуть весь вот тот конец лучше опять таки чтобы немножечко вот он изогнулся этот чашелистик ну вот на нашем принте они такие большие то есть я стараюсь все таки не отходить от рисунка на принте то есть если есть вот такие большие чашелистики то мы делаем большие чашелистики если вот у этой розочки тоже толстый стебелек но чашелистики поменьше можно их делать ленточкой 6 миллиметров ну я думаю не буду я дублировать второй раз то же самое сейчас вот я закреплю вот этот конец опять на минуточку остановлюсь и так по такому же принципу я сделал вот тут стебелек и 2 чашелистика но поменьше ленточкой 6 миллиметра и сделала еще вот два листика они совсем обычные и стебелек к ним третий листик там совсем не видно его под розочкой если бы я не тонировала я тонировала и здесь и здесь то можно было сделать лепесток вот этот листик зеленый после вот этой розы но поскольку я тонировала обе розочки у меня бы этот листик мог покраситься в какой-то розовый цвет поэтому сейчас вот я его выведу отсюда можно сказать вот между двух розочек там где кончается верхняя роза из-под нее и сделаю вот этот листик иногда приходится уже заглядывать даже на картинку где изображен print потому что когда мы вышли какие-то элементы то уже под ними что-то не видно но я вот помню что у меня должно быть здесь тоже быть три листика зеленых вот этот листик как его можно расположить можно проколоть саму вот эту розу в принципе мы это делали вот здесь тоже можно сделать прокол вот так в ленту сейчас давайте сделаем сформировать уже лепесток вот из самой ленты я вам обещал показать несколько способов то есть первый обычным способом делаем листик и прокалываем через всю розу да второй способ вот так вот формируем листик а вот этот конец его можно увезти туда же откуда он у нас пришел то есть этот листик он будет как бы и похож на вышитый но в то же время не будет беспокоить нашу розу ну давайте вот таким способом мы здесь и сделаем то есть я там нашла где-то вот участок между этими двумя розами где у меня нет ленты и здесь нужно только оставить вот внутреннюю часть тоже на весу как бы то есть она создает как бы вот изнаночную часть этого листика и уходит вместе с ним туда же вниз можно под регулировать длину самого листа тоже немножечко вытянув на изнанку то место откуда мы его начинали вот получается такой листик то есть мы ее розу не прокалывали но и листик у нас такой же вот как все соседние то есть он похож на вышитый еще часто используют сейчас я вот это отрежу наизнанке и тут вот подпалю и тот конец который немножко я утягивала так многие еще любят делать листики в виде аппликации но в каких-то случаях это уместно а в каких-то не очень так вот этот вот листик я тоже немножко выправлю сюда потому что они как бы вот эти три вместе то есть они образуют одну веточку но какие-то вот спрятались под цветок какие-то нет но вот насчет аппликации в каких случаях она уместно в каких-то нет например если мы вышиваем пионы то там и вышитые листья длинненькие с остреньким кончиком и если мы делаем в виде аппликации листик длинненький то он тоже в общем то похож на те листики и нету такого вот дисбаланса между вышитыми листьями и аппликационными то есть на пионах я очень часто на одной и той же работе делаю и вышитые листья и виде аппликации на допустим вокруг пиона из-под пиона торчат вот именно листики в виде аппликации на розах очень часто делают но на других вот работах так что часть листьев выше ты и вдруг где-то вот торчат еще вот такие листья виде аппликации которые ну совсем другие то есть если здесь у них острый кончик ровные края то там они более такие ребристые то есть они другие вот такой вариант мне не очень нравится то есть если вот у меня есть три работы где листья в виде аппликации вот такого плана то там я делала всю работу с такими листьями если у меня на работе вышитые листья то я стараюсь всю работу сделать с вышитыми листьями либо нужно использовать такой листик вот тоже в виде аппликации чтобы он был уже похож на эти то есть он должен быть ровный ну вот из другого цвета у меня еще есть он должен быть с ровным краем но тоже с какими то может быть он быть прожилочками но все-таки он должен быть но близко вот к тому листику который у нас вышит то есть как один из вариантов вот сюда тоже можно было вставить листик видим аппликации и так у нас осталось вот это вот веточка и здесь тоже интересный листик сейчас мы его наверное сделаем вот тоже таким способом но с проколом то есть чтобы у нас было два разных случая в предыдущей части я уже сказал что вот те листики которые на заднем плане в принципе некоторые вышивают вот можно органзой вышивать но я не буду потому что мне кажется это очень ну как бы вот утяжелит работу где-то будет непонятно где начало где конец тех нижних листьев и будет не очень красиво и так что мы должны сейчас сделать веточку здесь вот идут маленькие еще но тоже веточки к листикам и 5 листиков можно делать разными способами то есть это кому как удобно то есть можно вышить сначала все листики к ним подвести потом вот эти веточки можно вышить сначала веточки и потом на них посадить листики причем можно конец веточки и начало листика делать в соседних точках либо можно прям прокалывать вот эту веточку и листик ну сажать прям на эту веточку прокалывая через нее то есть он будет видно что именно на этой веточке сидит вот одном в одном из мастер-классов где я делал композицию с розой там вот я делал сначала веточки эти веточки прокалывала и на них сажал листики но сегодня давайте сделаю другим способом наоборот то есть сначала вышью листики вот из этих двух лент у меня одна чуть-чуть как бы вот потемнее я возьму его для этих листиков вот тут вот у меня так который чуть-чуть посветлее а вот эти ленты мы с вами красили напоминаю что вот листья и розы я вышиваю ленты мажистик а стебельки чашелистики вот у бутонов чашелистики я делала ленты атласный обычный ну как бы более привычный для всех мажистиком я вышиваю не так давно но вот есть у меня уже несколько работ с розами очень мне нравится вот как он смотрится на розах как он смотрится на зеленых листьях то есть он более естественный у него нету блестящей стороны и ложится он очень хорошо создает красивые эффекты и так сейчас я сделаю вот эти пять листиков и потом уже сделаю веточку вы можете сделать наоборот сначала веточку потом пять листиков если интересно то можете посмотреть тот мастер-класс называется он создаем композицию с розы в первой части там я делаю розу а во второй части я делаю там как раз вот стебелечки бутончики и вот листики на веточках так как я делаю листики во первых они у меня обязательно вместе в том месте где выходит из ткани должны быть расправлены красиво дальше я смотрю вот примерно где он должен зайти тут мы специально делали вот эту веточку так чтобы она спряталась под этим листиком когда я его вышью и вот когда прокалываю листик уже ленту то делаю обязательно небольшой объем если плохо протаскивается иголка то немножечко надо покрутить иголочкой и вот здесь формируем аккуратно острый уголочек можно использовать иголку некоторые вот сюда вставляют и тянем потом вот то за один кончик то за другой чтобы создать вот такой острый уголочек в данном случае вот я на немножко сделал чуть больше объем даже чем надо чтобы это исправить можно потянуть вот на зато начало где выходила лента то есть всегда можно подрегулировать либо с этой стороны либо с этой и поскольку у нас листья вот все в разную сторону практически все листья здесь удобнее делать отдельно то есть каждый листик отрезаем конец подпаливаем там где вот я немножко вытянул начало тоже можно подпалить под листик чтобы он не мешал когда я буду делать потом веточку к этому листику так вот этот листик чуть-чуть он как-то смещен поэтому следует принту вот он как бы прям на веточке расположен у него не видно то той маленькой веточки которые обычно еще идет к листику от главной ветки но делаем так как вот художник захотел здесь посмотрите он немножечко изгибается влево чтобы листик немножко изогнулся влево можно сместить немножко прокол вот середины тоже влево и тогда у листика будет вот такой небольшой как бы поворот у него получится что одна сторона немножко сильнее завернется вот в этой части на 5 я подтягиваю вот то один кончик то другой ну вот видно да что он немножко ушел влево потом еще мы будем с вами работать с вазы то есть работа у нас еще здесь много так и опять таки отрезаю и подпаливаю под листик таким же образом мы делаем еще здесь два листика на давайте покажу потому что здесь здесь вот будет небольшая веточка поэтому делаю я его вот отсюда мне вот не очень нравится что тут просвечивает вот тот какой-то задний еще лепесток поэтому можно сделать вот этот листик чуть больше и закрыть вот тот кончик чтобы он уж нас не смущал что там есть какой-то еще на заднем плане лист то есть вот таким образом у нас получилось листик чуть чуть больше но зато не видно вот там вот есть еще тоже на заднем плане мы его делать не будем то есть это какие-то вот такие они полупрозрачные листья они создают еще объем каких-то случаях их вышивают в каких-то случаях оставляют просто вот как фон иногда мы оставляем где-то даже вот здесь вот да вот там же тоже зеленое что-то но если здесь все вышить и потом еще будут чашелистики то будет просто некрасиво и какое-то нагромождение ведь наш букет мы видим его только спереди на самом деле там сзади у него еще может быть и розы есть так тут вот один лист уходит вот под эту розу и мы если у меня вот тут вот даже видно что есть там углубление то туда его и можем аккуратненько увести если у вас там углубление нет под розочкой то можно просто это ли этот листик сделать ну чуть-чуть покороче тоже страшного не будет вот у нас 4 листика и вот самый интересный будет тот который на розу накладывается каждый листик отрезаем опаливаю и припаливаю кончик под лист и так я уже говорила что есть несколько способов если кто-то любит аппликацию то можно вот сюда сделать но поменьше листик аппликационный вот нет у меня такого цвета то есть его просто пришить но вот я все-таки считаю что если на работе все вышито то мне хочется чтобы уж было все вышито ну хотя кто-то может быть со мной не согласится то есть вот этот листик можно его сделать вот тем способом как я показывал здесь когда мы делаем ну как бы еще внутренний такой возвратный стежок до в ту же самую точку либо можно вот эту нашу розу взять и насквозь проколоть то же самое можно было сделать цвета значит но стараемся найти такое место чтобы не попасть вот допустим вот в эту перетяжку до чтобы было нам немножечко полегче там у нас конечно идет несколько рядов лепестков вы помните да но тем не менее можно все проколоть при желании и розу в том числе крутим если надо иголочку немножечко некоторые используют плоскогубцы некоторые используют шило в таких вот трудных случаях можно тут вот поэтапно протаскивать как бы вот через один слой через другой слой но в итоге все у нас завершается благополучно значит в чем плюс такого способа что листик вот он смотрится более натурально то есть он такой же как все остальные да вот этот 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 розочку мы можем поправить вот этот там такая ножка образуется да вот видите вот до необходимого момента ее нужно затянуть но не очень сильно то есть лучше вот эти вот лепестки у розы мы немножко приподнимем и так вот мы сделали просто обычный лепесток он вышитый и проходит через розу ну в общем то вот три способа они все имеют право на жизнь и так нам осталось сделать веточку вот если эти стебельки они толстые они вот как у основного стебля розы идут вот действует еще даже более толстый то на веточке посмотрите он более тоненький он даже слегка какой-то коричневатый то есть вы можете использовать ленту коричневую ну вот я приготовил все таки зеленую ленту то шириной 6 миллиметров это тоже лента который я делала чашелистики у бутонов и вот чашелистики у одной из роз и так мы сегодня сделали сначала листья потом веточку можно делать наоборот как я уже говорила в этом случае я не буду вообще прокалывать листья можно вести веточку от самого ее начала можно в принципе от последнего листика тут разницы нет выходит это веточка вот обязательно делаете так чтобы она выходила откуда-то оттуда где не видно то есть из-под какого-то листика или из-под даже лепестка розы чтобы не было вот здесь вот из ниоткуда появившиеся ветки тот конец который мы начали это вот наверное он лучше его тоже при полить к принту для того чтобы у нас это веточка когда мы ее будем скручивать чтобы она не прокручивалась я ее сейчас проведу вот от самого начала до конца вот теми маленькими веточками я ее потом буду фиксировать можно использовать мононить если вы хотите но если вот на этой ветке есть ответвление в виде вот этих небольших веточек которые идут к листикам то как раз мы их используем для того чтобы эту веточку закрепить то есть вот например к этому листику у меня лента ушла вот сюда вот к этому листику и веточка чуть-чуть изгибается поэтому я и придаю вот этот изгиб и той же лентой делая вот этот маленький боковой стебелек который идет к листику я ее и закрепляю таким образом вот один маленький идет небольшой стебелек да вот этот листик тоже там есть прям маленький маленький тоже можно сделать то есть он выйдет почти вот из этой же точке прокалываю я обычно у стебелька вот самый краешек чтобы было легче его проколоть и у нас получается мы одновременно и закрепляем этот стебелек и одновременно делаем вот эти вот боковые веточки и прокалываем мы вот здесь вот прямо у самого основания листика но не в листик потому что иначе листик может утянуться вместе вот с этой ленты если лента раскрутилась то вот процессе немножко ее еще можно подкрутить так ленточка 6 миллиметров поэтому ничего страшного нет если я ей вот сюда прошагаю довольно далеко вот до следующего листика и тут сделаю тоже вот но маленький совсем вот этот вот кусочек стебелька на котором сидит листик маленькую веточку такую ну вот я вам показал способ когда сначала листики вышиваются а потом уже стебельки но вот этот листик вот такое ощущение что он прямо на веточке то есть там не видно вот этот маленький кусочек значит его можно не делать итак отрезаю и сейчас посмотрим что же у нас получилось и так вот все что касается вышивки мы с вами закончили где-то что-то еще вот нужно если вы подправить и какие-то бутоны где-то можно выправить побольше например вот среднюю часть мне например хочется но это все можно уже потом в процессе работы немножечко поправить и так дальше у нас будет еще несколько моментов интересных это ваза в технике тропунта это оформление в раму дальше покрытие гелем с эффектом стекла я обычно это делаю уже на готовой работе и подумаю я еще вот что сделать нам с такой маленькой бабочкой то есть она маленькая либо ее как немножечко видоизменить как ее лучше сделать то сейчас у меня в голове есть несколько вариантов вот нужно чтобы они оформились уже в готовую идею основную как бы часть работы мы с вами сделали это вся основная вышивка в принципе у нас уже готова и так вот что у нас получилось если кто-то вышивает поэтому же принту будет очень интересно мне посмотреть что у вас получится поэтому присылайте свои работы можно в сообщениях в социальных сетях мне будет очень приятно посмотреть что же получится вот именно по этому принту у других рукодельниц вы конечно можете что-то делать по-своему но я в данном случае преследует цель опять-таки для начинающих мастериц показать как же вышивать по принту какие есть особенности какие есть небольшие секретики что можно использовать какие разные приемы итак спасибо вам большое за внимание до свидания и до следующих встреч спасибо вам Продолжение следует...